Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! Вы смотрите передачу «Церковь и мир». Вести её мне помогает обозреватель Иван Семёнов. Здравствуйте! Ваши вопросы митрополиту Иллариона присылайте на сайт нашей программы vera.vesti.ru Владыка, некоторое время назад мы с вами начали говорить о проблемах православного образования и вспомнили, узнали про такую проблему, что в Москве, в микрорайоне Бирюлёва, закрылась православная школа, потому что её закрыл настоятель прихода, к которому эта школа относилась. Вы обещали разузнать, в чём там дело, рассказать, как эта проблема может быть решена. Разузнали. Есть две версии. Одна версия родительского комитета, другая версия самого священника, который закрыл эту гимназию. Суть дела заключается в том, что в Бирюлёве было две православных гимназии. И, как говорит священник, отец Дмитрий Конюхов, одна гимназия во имя святителя Николая была преуспевающей, и она и сохранилась сегодня. А вторая была гимназия, куда в основном поступали ученики, не поступившие в ту первую гимназию или отчисленные из неё. И вот она и прекратила своё существование. И те, кто там учились, они либо поступили в гимназию святителя Николая, либо поступили они в светские школы. Ну а родительский комитет не совсем согласен с этой трактовкой. Считают, что ссылки на нерентабельность школы не соответствуют действительности, потому что она и не могла быть рентабельной, поскольку предназначалась для малоимущих детей. Как бы там ни было, в Бирюлёве есть православная гимназия, куда можно родителям отдавать своих детей. И слава Богу, что она есть. Хотя, конечно, жаль, что гимназии закрываются там, где они должны были бы открываться. Потому что на самом деле существует очень острая нужда в православных гимназиях. И, конечно, одной гимназии на целый район недостаточно. Может быть, там должно было бы их 10 или 20. Поэтому будем надеяться, что инициативные священники на приходах будут способствовать тому, чтобы такие гимназии возникали и в этом районе, и в других районах города Москвы, и в других городах нашей необъятной Родины. Православных школ в Москве не так много. Всего 22. В них обучается порядка 4500 детей. Казалось бы, капля в море. Но эта цифра могла бы быть гораздо больше, если бы поддержка православного учебного заведения не стоила таких усилий и финансовых вложений. Первая сложность – это, конечно, здания. Школы ютятся в домах Причта, бывших детских садах. Директорам приходится приводить в порядок совершенно непригодные для обучения детей помещения. Эти детские сады принадлежали ведомственной организации, которая потеряла интерес, поскольку все здания старые, без капитальных ремонтов, с очень большими проблемами, с протекающими крышами, с жуткой территорией. И, в общем-то, весь всем пакетом таких печальных мероприятий. И поэтому они легко согласились. Начали ремонтировать, начали жить, местами выживать, поскольку все эти годы все время были проблемы с продлением аренды, с увеличением ставок аренды многократной, с постоянным доказыванием своего права на существование. Школа Ника пользуется большой популярностью. Конкурс на поступление в прошлом году был 20 человек на место. И, опять же, все упирается в здание. Этим стенам просто физически не вместить всех желающих. На перемене в коридорах сутолоков туалет можно пробиться только во время урока. Еще одна сложность связана с государственным финансированием школ. Логика законодателя проста. Раз кто-то вместо государства берет на себя труд по обучению детей, значит, ему положены за это деньги. Около 60 тысяч рублей на ребенка в год. Казалось бы, не такая уж большая сумма, но с 1 января законодательство изменится, и школы могут лишиться даже этих средств. Разные были периоды жизни, когда их совсем не выделяли. Потом нужно было доказать, зачем, почему должны выделять. Были эти деньги. Они старались исключительно, целевым образом, на зарплату учителей и на питание школьников. Как бы мы другое тратить никогда не могли. Но это существенный очень кусок нашего бюджета школьного. И дает возможность нам не повышать стоимость обучения значительно, существенно, и как-то все эти годы выживать. Кроме материальных проблем, школы оказываются заложниками административной коллизии. Кому подчиняется православная школа? Приходу или отделу религиозного образования? Для учебного процесса лучше бы, конечно, чтобы учителю. Вот ваше какое мнение, владыка? Кому должна, грубо говоря, подчиняться напрямую православная школа? Министерство образования? Своему приходу, у которого она, собственно говоря, создана? Или какому-то отделу патриархии, синодальному отделу церкви? Я считаю, что здесь могут быть разные модели. Может быть гимназия, которая напрямую подчиняется конкретному приходу, если это большой и сильный приход, который способен содержать гимназию или школу. Могут быть конфессиональные учебные заведения, которые будут подчиняться конкретным конфессиональным соответствующим отделам, как, например, в Русской Церкви есть отдел религиозного образования и катехизации. Конечно, я думаю, что могут быть и учебные заведения конфессионального характера, которые бы подчинялись светским структурам, например, Министерству образования. Но самое главное здесь, мне кажется, вот что. Когда некоторые говорят, что вот пускай конфессиональное образование будет целиком в руках церкви и как бы на финансовом балансе церкви, то этим мы очень ограничиваем возможности по созданию такого рода православных гимназий, которые сейчас очень нужны. Ведь если обратиться к опыту очень многих стран, в том числе стран Западной Европы, то там существуют конфессиональные школы, которые находятся на финансовом балансе государства. Или, может быть, 90% оплачивает государство, а 10% оплачивает церковь. И мне кажется, справедливым было бы такое устройство этих школ и гимназий, при котором государство брало бы на себя финансовое попечение об общеобразовательном цикле. То есть о тех предметах, которые так или иначе ученики должны изучать. И если бы они не получали этот цикл в своей православной гимназии, они получали бы его в обычной общеобразовательной школе. А уже религиозная конфессия должна отвечать, собственно, за конфессиональный элемент. То есть за те уроки, которые называем мы законом Божиим, или основой религии, или основой православной культуры. Во многих сейчас православных высших учебных заведениях, например, в Свято-Тихоновском университете, готовят педагогов. Причем педагогов часто не богословских каких-то или специализированных православных предметов. Например, готовят учителей математики в Свято-Тихоновском университете. Это как бы правильный путь? Нужно готовить именно православных преподавателей для того, чтобы преподавать в православных школах? Как вы думаете? Я вообще не думаю, что православная церковь должна заниматься только самой собой. То есть, когда говорят, вот у вас есть ваши верующие, вот вы ими занимаетесь, а как бы за пределы своих приходов не вылезайте. Это совсем не так, как церковь себя понимает. Ведь почему не может православный университет воспитать православного математика, или физика, или химика, или представителя какой-нибудь гуманитарной профессии? Ведь, когда мы говорим православные, речь идет о некой мировоззренческой парадигме. Но это не значит, что все православные должны быть либо священниками, либо монахами, либо петь на церковном клиросе, либо быть уборщицами в храме. Православная церковь – это, можно так сказать, это общество людей, объединенных по мировоззренческому признаку. Но эти люди работают на самых разных работах. Они занимают самые разные должности в обществе, в том числе и в политической жизни. И я считаю, что совершенно оправдано получение будущим, например, политикам, или, опять же, математикам, или музыкантам образования в конфессионально ориентированном учебном заведении. И совершенно оправдано создание таких учебных заведений. Мы не должны ограничиваться только созданием духовных семинарий и академий с узкой целью подготовки священнослужителей. У меня есть к вам вопрос, Владыка. Как у родителя детей, один из которых учится в православной школе? У меня есть опасение, что когда моя дочь закончит обучение в православной школе, если мы ее в старших классах не переведем в какое-то другое учебное заведение, она будет с трудом входить в такой достаточно сложный и непростой для православного подростка, для православного южа, для православной девушки окружающий мир. Потому что со многими реалиями, которым нужно познакомиться и научиться им противостоять, допустим, в современном мире, ученики православной школы просто не знакомятся. Вот вы что думаете на этот счет? Нужно ли делать такую прививку злом детям для того, чтобы они знали, как потом с ним бороться? Я думаю, что прививку злом делать не нужно, потому что они так или иначе ее получат. И если они ограждены от влияния, от дурного влияния, которое, к сожалению, сегодня проникает через светскую школу, то ничего плохого в этом нет. На самом деле гораздо важнее, чтобы дети и юноши и девушки получили прививку добром. Ту прививку, которая на всю жизнь в них останется. Ведь сегодня именно в школах существует наркомания, именно в школах существует половая распущенность. И именно через школу, не через образовательный процесс, а просто через общение со сверстниками, к сожалению, очень многие молодые люди, юноши и девушки, становятся духовно неполноценными людьми. Их там калечат. И они уже потом на всю оставшуюся жизнь оказываются искалеченными. В том числе и наркоманы. Ведь облик наркомана формируется прежде всего в школе. Так вот, я думаю, что тот факт, что существуют церковные учебные заведения, где все-таки дети как-то предохранены от вот этого тлетворного влияния улицы, от тлетворного влияния своих сверстников, это очень положительный факт. И я думаю, что опасность с другого конца, она гораздо более велика, чем та, о которой вы сказали. Владыка, предлагаю сейчас прерваться на новости. И там тоже есть тема, которая связана с образованием. Давайте посмотрим. После встреч с прихожанами отец Данил спускается в свой кабинет, После встреч с прихожанами отец Данил спускается в свой кабинет, чтобы там пообщаться с другими верующими в режиме онлайн. На собственной страничке в социальной сети ВКонтакте батюшка терпеливо отвечает на все вопросы или дает советы. А интересует людей многое. Спрашивают про цены на колбасу, инопланетян и ядерные реакторы. И, конечно же, общаются на православные темы. Очень много вопросов касательно духовничества. И очень много вопросов касательно востребованности православной веры в современном мире. То есть, зачем она нужна вообще? Почему нельзя просто делать добрые дела? К чему все это нужно? С компьютерными технологиями отец Данил знаком хорошо. До того, как пришел в церковь, работал программистом. Поэтому на сайте не только занимается миссионерской деятельностью, но и выполняет обязанности модератора. Говорит, быть батюшкой ВКонтакте сначала не хотел. Но когда подумал о том, что большинство страниц и форумов обслуживают далеко не православные люди, взялся за дело. Сейчас у него ВКонтакте более 50 подписчиков. Данил Матвеев один из них. Общаться со священнослужителем старается ежедневно. Ведь с появлением страницы задать вопрос стало намного легче. Не всегда бывает возможность. Да и у отца Данила бывают важные дела. И других прихожан к нему очень много приходит с вопросами. И поэтому иногда бывает проще таким образом выбор самостоятельно дать. Помимо этого, по благословению епископа Данила, архангельская епархия завела свой блог в живом журнале в планах создания страницы на Фейсбуке. Владыка и сам не прочь посидеть в интернете. Просматривает все православные сайты. Говорит с компьютером, он не то чтобы на «ты». Эта техника должна быть с ним на «вы», так как появилась на свет позже Владыки. А если учесть, что в интернете много ненужной информации, то задача священников – помочь людям найти правильные ответы. Мне хочется, чтобы хорошая информация, жизнеутверждающая, была на поверхности. Вот, как я уже сказал, интернет – это средство, благодаря которому мы доносим Слово Божие до сердец человеческих. Одного нельзя сделать в интернете – исповедоваться. Ведь любое таинство подразумевает личное присутствие человека. Елена Юрьева, Александр Иванов, Вести Поморья. Владыка, вот такой выход иеромонаха, отшельника, человека, ушедшего от мира на просторы всемирной сети, то, что он стал таким прибежищем для огромного количества людей, для их вопросов, для их каких-то сомнений, бед и нужд, нормально это? Во-первых, не всякий иеромонах является или должен быть отшельником. И, во-вторых, само слово иеромонах означает «монах-священник». Когда-то в древности это были два взаимоисключающих служения. Когда монашество созидалось как движение внутри церкви, в IV и V веке среди монахов почти не было священников. Потому что, действительно, монашество – это уединенный образ жизни, это отказ от общения с людьми. А священник – это, прежде всего, миссионер, это человек, который общается с людьми. Но в последующие века эти два служения совмещались, и сегодня они совмещаются очень часто. И многие выдающиеся миссионеры, которые всю свою жизнь посвятили служению людям, были монахами или иеромонахами. Так вот, будучи священником, иеромонах имеет паству, и он должен общаться с этой паствой. А как он с ней общается, какие он средства употребляет, это, в конце концов, его дело, его право выбирать. Сегодня интернет является таким же средством общения, как телевидение или как просто личная встреча. Причем, вот мы с вами ведь не встречаемся лично со многими телезрителями, которые нас смотрят, а мы получаем от них вопросы. То есть мы знаем, что они существуют, мы знаем, что их интересует. И я, посещая разные страны, постоянно встречаю наших телезрителей. Мне говорят, Владыка, мы смотрим ваши передачи. Так вот, я думаю, что любой способ интерактивного общения, он может быть сегодня востребован. И сегодня люди часто даже предпочитают общаться через интернет, чем, например, общаться в прямом личном контакте. По проблемам образования вас спрашивает наша телезрительница Елена. Владыка, я поступил в аспирантуру, но никакого призвания к науке не чувствую. Учеба дается с трудом, аналитического склада ума у меня нет. Что мне делать? Бросить эту затею и расписаться в собственной глупости или мучиться дальше? Такой вот крик души. Это такой личный вопрос, на который, я думаю, человек прежде всего сам себе должен ответить. Может быть, посоветоваться с духовником, может быть, посоветоваться даже с друзьями или с родителями. Не всякий человек имеет призвание к науке. И, следовательно, не всякому человеку обязательно иметь высшее образование, а тем более заканчивать аспирантуру. И есть люди, которые отказались от высшего образования и не испытали при этом никакого ущерба. Поэтому, я думаю, что нельзя здесь дать совет продолжать учиться или же бросать аспирантуру. Я думаю, какое-то внутреннее чувство должно подсказать Елене, как здесь правильно поступить. Дорогие братья и сестры, в завершении нашей передачи я хотел бы напомнить вам слова апостола Павла. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Всего вам доброго, и да хранит вас всех Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...